Всем привет! Мы сейчас поедем на метро. Хотим с детьми погулять, потому что мы очень-очень долго сидим дома с детьми. Молодец, один купила. Теперь Хабинкин, давай. У детей нет проездного, потому что наша школа совсем рядом с домом, поэтому мы покупаем билеты. Дай мне уже закончился. Здравствуйте! Всем привет! Привет! Уже вся вспотела. В автобусе жарко было, да. Ребят, как мне нравится метро. Вообще все нравится в Корее, потому что здесь есть шериф для слепых, да? Да, здесь так удобно. Давай, проходи. Поехали! Хе-хе-хе! Для детей так пищит, да? Да. Как птичка. Ну, пойдем. Ребят, в Корее жара начинается. Дети уже все потные, хотя оделись легко. Скоро начнется в метро. Будет много бабушек и дедушек корейских. Они будут спасаться от жары, потому что не все корейские пенсионеры обеспечены, и не все могут позволить себе покупку кондиционера. Ребят, мне в личку приходит много вопросов, кончился ли у нас карантин в Корее. Я вам скажу так, что карантина такого жесткого у нас не было. Только дети не ходили в садики, школы и в университеты. А так люди имели право передвигаться, и сейчас вы увидите, что людей на самом деле очень много везде, повсюду. И это не значит, что мы нарушаем карантин. В Корее все было намного мягче. Так, ну что я говорила. Здесь можно отдыхать, сидеть на всех станциях метро. Практически у нас в Кванджу устроены разные места, где можно просто провести время, отдохнуть, получить какие-то интересные впечатления. Ребят, сегодня у нас 17 мая, да? А, 16 мая сегодня. 18 мая в Кванджу в 1980 году было демократическое восстание. И вот сегодня, суббота, 16 мая, уже начнутся разные мероприятия. Будет перекрыт центр города. А здесь, рядом с этой станцией метро находится памятник тому демократическому восстанию. Дальше хода нет, нам сюда надо. На входе жетона надо прикладывать, а на выходе туда внутрь ложить. Подожди, доча. И я сейчас пойду. Купила воду? Пойдем. Зашли за водичкой. Дети очень сильно хотят пить постоянно, особенно летом. Такую жару и влажность. Вот ради чего мы ехали столько на метро. Эта детская площадка мне очень нравится. Мы начали здесь снимать еще в 2015 году, когда Хабин была совсем малышкой. И тогда в комментариях люди заметили, что площадка очень чистая, что ребенок не пачкает свою одежду. Накануне у нас прошел дождь и еще не все хорошо просохло, но тем не менее гулять уже вполне себе можно. Как вы знаете, в январе и феврале в Южной Корее школьники отдыхают на зимних каникулах. Но в этом году наши зимние каникулы плавно перешли в карантин. И получается, что дети уже пятый месяц сидят безвылазно дома. Это очень тяжело на самом деле. Сегодня дети как следует оторвутся. Кстати, нам было обещано, что 27 мая наконец-то возобновятся занятия в школе. И уже хотелось бы, чтобы на этот раз уже все было по-настоящему. Вы наверное уже заметили, что снимала я в основном Хабин младшую, потому что Юбин уже нашла себе каких-то друзей и бегала там вместе с ними. Что ж, дети пробегали два с половиной часа, пора бы и подкрепиться. Сегодня я приготовила гренки, немного свежих огурцов, томатный кетчуп и соль. Эта соль осталась от доставки курицы. Обычно туда кладут немного соли и разные другие приправы. И, кстати, там вот еще блинчик виднеется. Поели, теперь еще немного побегаем и пойдем, пожалуй, домой. Это место находится в Шине, в городе Кванджу. Это азиатский культурный центр Asia Munachundan или Asia Culture Center. Это крупнейший в Южной Корее центр культуры Азии. Здесь действительно интересно, здесь красиво. На таком маленьком клочке земли находится целый комплекс разных зданий, где проводятся разные форумы, семинары. И есть еще ACC Children, то есть маленький такой комплекс специально для детей. Когда я только начинала вести свой канал, очень хотела, чтобы русскоязычные мамочки приезжали сюда вместе со своими детьми. Но наши все люди живут далеко в районе Вольгоктон и сюда им далеко добираться. Раньше мы могли гулять часами, особенно в теплое время года. Но сейчас из-за многомесячного домашнего заточения дети стали послабее, как-то разнежились и попросились домой всего через три часа после начала прогулки. Так что мы идем домой. Это Щене, центр города Кванжу. Здесь пешеходные в основном улицы. Машины, которые вы видите, это люди, которые здесь работают. Они оставляют свои машины, остальные сюда просто не имеют права заезжать. Гулять по Щене, не имея денег, очень тяжело. На самом деле все время хочется куда-нибудь зайти, особенно когда слышишь зазывал. Есть такие люди, работающие в магазинах и бутиках. Они выходят и в рупор, в громкоговоритель начинают просто таки заманивать прохожих. Ты просто не можешь никак отвертеться и вот прям ноги несут тебя в магазин. А вот сейчас быстренько-быстренько посмотрите налево. Видите эти лотки с уличной едой? Раньше во время карантина всю уличную еду запретили продавать. И вот сейчас наконец-то постепенно все эти торговцы уличной едой начали вылезать на свет Божий в общей радости всех прохожих. Вот сейчас, ребята, вы, наверное, закидаете меня помидорами, тапками и яйцами, но я все-таки скажу свое мнение. Раньше, когда было просто обилие уличных продавцов еды, я обращала внимание на их руки, потому что зачастую человек брал у тебя деньги этими руками, этими же руками отсчитывал тебе сдачу и этими же руками копошился в еде. То есть никакой речи о гигиене просто не шло. Часто у людей не было перчаток на руках, не говоря уже о салфетках. И еще, когда я смотрела на масло, в котором все это грелось, что-то это масло не внушало мне никакого доверия. И, честно сказать, я рада. Я вижу в этом огромный плюс в том, что появился вирус. Теперь многие уличные продавцы просто выглядят намного приличнее, чем раньше. Я думаю, меня сейчас должны понять молодые мамочки, у которых есть маленькие детки. Когда мои дети были маленькими, я часто наблюдала такую картину, когда люди, прохожие, абсолютно незнакомые, лезли трогать щечки и ручки моей дочек. Они просто гладили их по голове, умилялись. Это как бы нормально, но меня это немножко напрягало, потому что я никогда не знала, человек помыл сейчас руки только что, или он где-то побывал и сейчас грязными руками лапает моего ребенка. Меня поймут молодые мамочки, я надеюсь, потому что сейчас я вижу огромный плюс в появлении вируса. Я не хочу сказать ничего лишнего. Я имею в виду именно отношение к чистоте рук, к гигиене рук. Сейчас, благодаря вирусу, корейцы стали сильнее следить за гигиеной. Везде появились эти санитайзеры и корейцы всегда чистят везде ручки, моют свои руки. Теперь я как-то более спокойна в этом отношении. В щене отовсюду льется музыка, из каждого бутика, из каждого магазина. Жителям больших городов действительно тяжело, поэтому они с удовольствием едут куда-то отдыхать на природу. Очень надеюсь, что вся эта ситуация к лету станет легче, и у нас у всех появится возможность съездить куда-нибудь отдохнуть. Старенькие подписчики должны помнить, что еще в январе этого года моя компания Amore Pacific, в которой я работаю продавцом-консультантом, подарила мне поездку во Вьетнам за хорошую работу. И вот до сих пор у меня никак не получилось туда съездить. Ну, думаю, все-таки когда-нибудь я туда поеду за счет компании. Как вы видите, людей действительно повсюду много, и ситуация действительно идет на улучшение. Если, конечно, не принимать во внимание все то, что сейчас происходит в гей-клубах в Сеуле. Но я думаю, что все-таки когда-нибудь это все закончится. Дети сильно устали. Нам уже действительно пора домой. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели это видео и поставили ему лайк. Всем удачи! Пока-пока! Пока-пока!